Благослови Господи! Благослови Господи! Благослови Господи! Благослови Господи! Послание к Галатам, святого апостола Павла. А что далеко? Благослови Господи! 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 Дал тормозами на этом. Не просто это так, это ежедневная борьба. Ежедневная. У Баптистов отделенные были, сколько они страдали. Там Винс Прокофьев. Нашли какую-то женщину в лагере. Я до конца не знаю, там у меня встречался Михальков, он от них был, Иван Андреевич. И он говорит, мы его сразу исключили. Сумели доказать, снять. Я говорю, может, нарочно это говорят? На таком посту был, страдали и вычеркнули, больше его нигде нет. Вот сейчас смотрю вот эти, которые отдельные юрисдикции, которые православные все. Знал я некоторых, кого-то знал. У них задача была стать установить монархический строй. Любыми путями, чтобы был царь. По неволе Осипова встретишь. Он прямо говорит, если антихриста должен принять, то первые примут русские. Все готово. Вот царя, а не какого-то искупителя. С чего ради этого искупителя, когда искупитель Христос? Царя-искупителя. Ну, не могут без этого. И сейчас что, коммунофашизм устанавливает КПРФ, чтобы только одержать победу. И там каким-то путем. И кто, Квачков, который готовил этот путь-то. Его арестовали, ему 12 лет, что ли, накрутили. Полковник ГРУ. Низенького роста, мужиченка такой. Еще сидел на суде и там руку поднимал. Вот сидит там, как Эрнест Тельман. Все сидит сейчас. Ничего не говорил. На кухне такой постполковник. И говорил то, что записано было и доказательства того, что хотел готовить переворот и убрать Путина. Сейчас на Украине-то что делается? У них министр внутренних дел Аваков. Фамилия его Аваков. Ну, министр внутренних дел, вся милиция. А правого сектора, кто там? Ярош. Ярош. Евгений Ярош. Этот Ярош, Евгенька, помог там везде этот Майдан сделать. Сейчас требует отставки Порошенко, отставки всей Думы и то другое. Аваков дает, говорит, указание сейчас найти его расстрелять. Сейчас там вот такое вот это идет. Ну, насколько это достоверно, ничего не знаю. То есть арестовать или расстрелять даже не пойму. Но факт тот, что мы не умеем выщинить главное. Вот этот сказал, да, я хочу, чтобы монархический строй был мой пускай. Этот человек к нам приезжал с Америки. Теперь он митрополит. Он меня спрашивает, и я ему отвечаю правильно, он из моих слов делает вывод свой. Скажите, что страшнее, коммунистический режим или Чингисхан, когда татаро-монгольская ига? Как говорится, хрен редкий не слаще. Но сравнивать не надо даже. Тот священник от не трогал, а этот всех под нож пустил. Ну скажи, Сергий Радонский благословил? Да откуда я знаю? Дмитрия Донского-то, да неизвестно. Благословил. Но раз тот благословил, нам надо готовить людей на танки садить и давить коммунистов. Ну, вывод-то правильно вообще-то делать? Если понимать, что то свято, а это из того проистекает. Сейчас он митрополит, уже 80 лет, а дух у него такой крепкий. Он все перенит в жизни. Он настоящий патриот России, но с Евангелием даже близко не соприкасалась. Никак. И он, ну просто очень-очень хороший человек. Просто не скажешь какой. Но какое отношение ко Христу имеет? Хороших много в аду людей. Ну, пускай он даже так понимает. Нет уже никак. Не объединись ты никогда. Стерильно, чистых товарищей нам не найти никогда. Потому что мы не такие. А со Христом ходили кто? А ты знаешь, кто такой Симон Зелот? А то революционер. Их называли сикари, по-нашему сказать, джихадисты. Они готовили свержение римского владычества. А Христос у него на свадьбе был. В Кавкане Галецк. Это у Симона Зелота. И однако он его не отторг, а как-то сумел его переформатировать. Ну и все. Вот я эти слова сюда применяю. Дальше. 25 стих. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Если говорит он такова сила духа, здесь духа с большой буквы, то ею и станем жить и ею, то есть этой силой духа святого, довольствоваться. Ибо выражения по духу и поступать должны употреблено вместо будем довольствоваться силой духа с большой буквы святого и не станем искать помощи у закона. Так что, получается, закон не духовен, здесь противоставление идет. Ну вот, почему Евангелие Атеана говорит нам в 6 главах 66-67 стихи, когда все отвернулись, написано, и все поворотили от Христа. Когда он начал говорить о крови своей плоти, что нужно вкушать, и тот получит жизнь вечно. И 12 стояли, и он говорит, и вы не хотите ли уйти от меня? И они не отошли. И Петр сказал, у тебя глаголы вечной жизни. Откуда они это могли получить? Только 12, больше никто. Остальные ушли, написано. А эти 12 стали начатками других, которые дух святой вошел в них. Они смогли принять духом святым учение Христа, законы его. Хотя они были совершенно новые. Там вот Патриарх говорит и говорит, он там сделал все совершенно новое, он там старое убрал. Как раз это очень было сложно. Он не просто убирал и не подменял, а поднимал на новую высоту, на новый уровень. Это не спортсмены никакие, где планку поднял, ты молодец, больше поднял. Это не человек, который вкуснее пищу выбрал, или красивее платье, или доспехи крепче. Это духовное, но только Бог мог это открыть. И надо было тебе принять. И вот они 12 приняли, они были мужики и крепкие. А Петр вообще был воин по характеру. Он вообще никого не боялся, вперед шел. Это мы видим, перед всем синедренным стоял простой рыбак и как отвечал. И потом палками еще получал, и ничего, и еще шел и говорил. И все-таки, судите сами, можем ли мы слушать вас и прежде Бога? Прежде Бога, ну типа такого. Нежели, да. И нежели Бога, да. То есть, а он здоровенный был мужик, что ему бы по духу водиться? Ну водился бы, как все воины, которые тоже приходили и спрашивали Анна Крестителя. А нам как быть? Здоровые мужики стоят, воины. Ну ясно там, кого попало, не набирали, тем более тогда. Они постоянно тренировались, каждую секунду. И они стоят и спрашивают, нам как быть? Почему? Дух подсказывает, неправильно живешь ты, не то. Человек разрывает это. Вот между, как написано, Слово Божие разделяет составы, составов и мозгов, и судит разумение и помышление сердечное. То есть, вот это вот и было с ними, с людьми. И они приняли вот эти 12. А потом другие, уже увидав, что принято этим людьми, малодушные, начали принимать дальше духовное содержание закона. Вопрос. Что нам делать? Этот вопрос, да я на Крестителя, они кому-то задавали или не задавали? Или хотя бы он рождался? Почему в присутствии Анна этот вопрос-то возник? Ну да. Вопрос. Ну, надо просто Ивану... Второй вопрос, а ты сидите трое здесь. Кто из вас, по-богословски, самый грамотный? Не я. Бог слова, Иван Григорьев. Бог от слов? Бог от слов. Вот это он. По-богословски прям? Ну да. Ну, я не могу сказать, что я богослов. На каком курсе учитесь? Второй курс. Второй курс. Ну, пожалуйста. Я прошел занятия ваши. Я вам просто его задам. Христос сказал, Бог ищет поклонников в Духе истине. Ты сказал так? Да. Скажи, пророки, Исайя, ну все пророки, которые были, они были в Духе истине? Вопрос серьезный? Серьезный. Серьезный. Если их Бог избрал и сказал, иди, и немодушицу, чтобы я не погубил тебя, и они открывали сердце, и были они в Духе истине? Были. Если они были, то зачем бы Господь снова говорил это? Подожди. Самый грамотный пусть ответит. Дух Святой должен еще сойти в полноте на апостолов. Так ты считаешь, что не в полноте было у Исайи? Не в полноте. Потому что тогда бы не было сошествия Святого Духа, если бы было в полноте. Все было по порядку. Господь Иисус Христос умер, как искупил. А как же они такое видели все видение, как на небе все видели? И говорят, сделай так, как показано было на горе. Устройство храма было показано на горе. Храмы Бог показал, иконы должны быть от пола до потолка. И Иезекииля 41, 17. Ответ один должен быть. В Духе. Ты правильно, сынок, ответил. Но только не до конца. Но истину они не знали. Они были в образах. В образах. А в истине явилось во Христе все. Христос Сиага говорит, путь и истинная жизнь. Они его не знали. Правда. Куда баран ведет. Истина земли у вас возникнет. Правда принеснет. Вот эта голубая нить у него о небе говорит. Красная нить. Ну все, что было. Все это было образ. Это тень будущих благ. Как тень. Вот он тень. И чем ближе, тем ярче. И наконец совпало. Вот. В Духе, но не в истине. Как это сложно. Нам намного легче. У нас Новый Завет и толкование. И вот это знает, как мы должны себя вести. Вот вы сегодня придете, запомните. Я вам это говорил. Вот придешь, как в постельку свою-то раскинешь опять. Ложиться в нее наирнуло. И скажи, а скольких людей его отнесло? Ничего этого нет. Я у одной брали интервью. Она потеряла. А там я дняли квартиру. Что вас больше всего о днем тревожит? Печаль вызывает днем? Я говорю, как-то. А когда вечером идут, шторки не закрыты. И вижу, как люди постель готовят. А мне идти где-то на картонке, ложиться в кустах. Я не могу слезы сделать. У меня все это было. И ничего этого нет. Это у каждого из нас может завтра отнять. Китай придет сюда или другие там, ИГИЛ или кто. Ну, даже никто не придет. Просто сгорит там или что. Как мы даже все это научиться беречь? У тебя есть дети, завтра ни одного. У тебя есть друзья, никого. Полно книг, завтра ни одной. Вот сегодня надо это оценить. Вот я приезжаю в Новосибирск, семья Малашиных. Второе крещение Руси или Глаз попиющее. Фильм поставленный им. Но она не очень послушная жена-то у него была. Я не знал. Потом узнал только. Ну, мне так сказала, кто у них была. Это Раиса Юльевна. У нас была, уехала. Знаете? Малютина. Как фамилия? Малютина. Малютина. Вот. И вот у них там лестница деревянная такая, ну, как ступени идти. И он сошел вниз, а он поехал, стоя на Шушенскую ГЭС, там остатки фильма снимать надо было так. И она ему кричит, Юра, до свидания. Он лицо не показал, я, говорит, видел из темноты, только руку он поднял и помахал ей. Похороший. Она его не видела, там тень. Вот. Поворачивается, там оттуда падала, его не видно сверху-то. Я, говорит, руку эту тебя всю жизнь помню. То он уехал и нашли его там мертвым. То есть вывезли как будто. А что у него там было? Он был единственный режиссер. Его назвали «Мозг», в студии документальных фильмов «Опь», в студии «Опь» на Сибирске. Около 100 фильмов. И фильмы не где-то, а в Конгрессе в США хранятся. Это очень большой человек, и на Попотеряевке он снял этот фильм «Глаз вопиющего» или «Второе крещение». Ну, я как главным героем взял где-то. Мы с ним готовили новый фильм. Готовили, уже обсуждали. Я хотел назвать его «Глашену из Эдити». Там до депутата, до сего дойти. И он ездил с патриархом Алексеем Вторым. Ездил, все снимал, открыто. Патриарх беседует. А фильм поставил так, как будто бы против. Этот фильм на нашем сайте стоит. Он делает так. Патриарх сидит, отвечает на вопросы. И тут же я, как будто мы друг напротив сидим с ним. И на дите же вопросы отвечаю я и патриарх Алексеем. Я не знал, что патриарх говорит, а патриарх не знал, что я. Он сам задавал и так подвел. Мы были страшно недовольны им. Они-то думали, он ездил, пил, ел, питался. А он такой мужик, могу-то это. И когда он был в Москве в это время, эта жена, говорит, сообщили, что у него сожгли дачу, где все архивы были. И он там в гостинице как был, он упал, говорит, он ревел, плакал, катался по полу. И после этого он поехал снимать новый фильм. И там уже нашли мертвого. Я не знаю, не могу сказать, только Комсомольская правда писала и говорит, что самое страшное в стране мафия это церковное, патриархийное. Самое безжалостное. Самое хитрое. Самое мстительное. Я скажу, что я это испытал. Я испытываю по сегодняшний день. Пол века. Но я не об этом хотел сказать, а именно о нем. Как мы должны научиться ценить. Вот эта рука осталась, говорит, у меня машет. И больше ничего нет. И ты услышал не так. Да прости. У русских пословица есть такая. Наплевать да забыть. Не прилагай к этому селу. На счеты сделаешь. Люди разные. Ты свое дело делай. А когда ударили, конечно, тяжело. Сел, я в ней буду делать, чтобы меня не гнали. Вот это враг и хотел. А ты благодари Бога за гонение, за поношение. И враг отступит. Он этого не ждал. А ты смиряешься и врагов благословляешь. Сатана терпеть не могу это. Тебя, говорит, в храме обокрали, а ты обокрали. Да я подходил к священию. Где-то кто-то рядом на исповеди вытащил. Да какая это церковь. Больше никогда сюда не приду. Сатана этого и хотел. Он тебя и там обокрали. А если ты поблагодарил, Господи, прими как милостыню. Наша мама так говорила. Все. Сатана получил не то, чего хотел. Он говорит, как огня будет тебя бояться. Потому что он выжил этим воровством благодарности. Он терпеть не может, когда Бога славит. Надо знать. Павел говорит, нам не безызвестны умысли сатаны. Чтобы человек впал в отчаяние. И он видел, блудника этого стали обличать, который жил с мащихой. Отец женился второй раз. А сын его стал с ней жить. Как это было у Якова. Один такой сын. И он его при смерти напомнил. И здесь мы должны благодарить. И вот это, что читаем, закон, где и по порядку, это все воводит на новую ступень. Я вам сегодня об этом сказал. Вы благодарите Бога, что у нас сейчас нету над нами наблюдательного Бога. Мы-то ничего оттуда не получали. Никаких указаний. У нас ничего с ними не было. Только числились где-то. Числились. И вообще ничего у нас не было. За все эти годы мы приглашали меня один раз. В самом начале, когда еще общины не было. И все. Но официально мы числились там. А они вычеркнули. Значит, свободное плавание. На нас Бог покажет, умеем мы ценить свободу или нет. А когда завтра ударят, а как? Скажут, а вот как люди живут. Признаем то и другое. И в то же время наемник бежал. Увидел волчар этих. И все. Бросил их. Я вас не знаю, я вас в пещерке. Только не трогайте меня. Это предательство. Дело, которым шла зарубежная церковь все эти годы. Если ничего воспримем, благодарим Бога. Благодарим. И как молились, так и будем молиться за всех. У нас нет врагов. Но вещи надо назвать своими именами. Это наемники, которые бросили овец. Видят волка грядущего. А волк какой? Ну как приехали. Первым делом подсунулся мирской человек. А потом духовная. А потом те обрадовались. Это все опубликовалось. И тогда тебе ясно. Нам не безызвестны умысли сатаны. Чего он хочет? Прям любыми путями нас туда затолкать. Отнять у батюшки антиминц. Отнять там мир. Дальше никак нельзя. Ничего. Теперь батюшки на благослужение действительно. Батюшка говорит. Мне никто не отлучал. Чего ради-то? То вышихнуло, вышихнуло. Бумага никакого отношения не имеет. Это не Бог устанавливает. Это не Бог. Это люди устроили конструкцию, посредством которой легче водить. Если бы все были верующие. Так а зачем милиция-то? Мне она обстала. Вот не нужна. Я за 10 раз. Ну только неверующие где-то прижать. Мою квартиру залезли. Я вызвал. И один раз. А так вообще нужды нет. Закон написан не для праведников. И вот эта церковная структура, это не для праведников. А для того, чтобы священники запиваются. Архиерея раз его запретил. А у нас этого нет. Платить им надо деньги. Батюшка всегда деньги платил. А теперь нет. Мы свободны куда угодно. Направить средства. Это надо осознать, выпросить. И каждый день молиться, какую нам дал свободу. Независимо от нас. Он нас избрал и показал свободный путь. На батюшке сейчас власти-то никакой нет. Ни один он не может. Эти никогда там не было. А эти говорят, а у нас тоже нигде нет. Ты до конца только обдумай. Другой говорит, я тоже так хотел, когда приехал священник. А я говорю, это нельзя сделать. Нельзя. Мы были образованы в лоне зарубежной церкви. Там. Мы ни одного дня в патриархии не были. А теперь они показывают, вы свободны. Бог нас избрал и показал. Мы самодостаточны для свободы. Нам не нужно это око, которое угнетало, выдавило. Вот так. Крещение. Иногда до трех тысяч экземпляров было. Ну, потому что были. И люди все разбирают. И вот у нас визитки закончились. Больше не будет. Все. Как нам визитки? Какие есть визитки были, я их все спрятал. Больше визиток вам ни одной не брать там. В той комнате, где женщины, не брать. Вы хотите свой рисунок сделать? Нет. То же самое можете сделать, заново издавать или что-то. Это я уже не дам. Ну, мы вот что хотели спросить. От разных сторон. И мы везде посылки прикладываем. Мы вот что хотели спросить. Никак. Что можно добавить еще туда? Или ничего не надо? Знаете, когда делали это, то отсылал я Сергею Козлова, и он обратно. Он отшлифовал. Благословенная визитка. Там и детский лагерь, и все, все, все. Там нет занятий. Мне не нравится, что там нет занятий у нас. Про занятия ничего не написано. А у нас и нет. Не, ну по интернету. Ну, нет, не надо. И сегодня есть, завтра нет. Но на домой это не надо указывать. Выйдут на тебя, ты там указан. Твой телефон есть. Это тоже правильно. Не добавлять ничего не надо. Мы с Сергеем перекидывали туда, какой крест, как, что. Это Сергеева. Благословение на нас. Визитка очень хорошо составлена. Ну, то есть ничего не надо. Ну, и так хорошо тогда. Ну, а что вы занятия-то не хотите, я не знаю. Так. Ну, у нас были визитки, там просто одно занятие. Буду одни занятия. Сейчас занятия в этом визитке. Ищите где-нибудь, как хотите. Опять можете пойти туда, где были. У нас все это есть в интернете. То есть это, ну, визитка у нас есть в этом варианте. В интернете там. В цифровом. Да. И можем дать им, пожалуйста. У тебя есть она? Ты же относил. Да, у них там у нас... Они же сохраняют это все. А, ну, у них есть сохранное, да, да. У нас их сохраняют, тем более... Ну, можем взять свой. Заказывайте, платите деньги и все. Это я уже не дам. Я это убрал. Понятно. Там всего две пачки осталось. Ровно две. Вообще не берите. Представь, сколько мы отсылаем. И вот сейчас просят там в Удмуртии, Кориаловпины, Германии. Все просят. Ну, хоть по 10 штук кладем. А другие начали, получили интернет и себе стали наши визитки там печатать и раздавать. Уже в нескольких местах так сделали. Я интернетную версию высылаю. Сережа, ты тут больше всех потрудился, больше всех заплатил. Так я говорю? Нет. Ну, да. Так. Ну, через нас тогда Павел Ермольенко заказал тысяч пять, наверное. Вот я из кого-то священников знаю, самый лучший сегодня распространитель Евангелия, это отец Павел Ермоленко. Сколько он работает. Ой-ой-ой. И сын помогает. И там еще один священник. На голову ниже Володи. Есть ли у нас. Ниже еще. Ниже еще. Ты гляди, вот не мешает. Да. Отец Павел. Понимаете, меняется человек. Он как-то восстал. Прямо на меня можно сказать. Вы за то, чтобы люди паспорта получали. Да разве можно паспорта получать? А сын-то растет. И теперь паспорт сын получил. Он был против переписи. Я ему доказал, в переписи только в Библии три указаны. Как три? Ну, я ему открыл все места, где перепись была. И главное, в перепись участвовал сам Господь Христос. Он отступился. Но уж компьютер, это совсем не от Бога. А сейчас сын заходит на занятия по компьютеру и сам там печатает. Человек меняется. И молодец, что он не такой, чтобы уперся и все. Не замахматился зеленый бардон. Мы уезжали за ним, когда на восток, и там знакомый священник у нас, он из органов КГБ обратился. Он прижал у нас здесь, было, отец Василий, не надо фамилии даже. Он, я против, что он снимает все это как-то, ну, не лежит. Он привык к тайно. Но это органы такие. Но когда мы возвращались оттуда, дали ему знать, он уже собрал у себя всю церковь буквально, и на треножниках такие, и аппаратуру уже все снимают. А прошло не больше недели. Человек может меняться. И у нас снимки сохранились вот везде. Надо радоваться, если в тебе тоже это есть. Увидел, что не так? Ну, прости ради Христа. Я не думал сразу, а теперь вот вижу. 26 стих. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать толкованием. Этим показывать, что обольстители их из тщеславия взялись за это. Ибо в этом причина всех зол. Вызывая друг друга на спор и распорю. Подобно тому, как если бы кто-нибудь говорил своему противнику. Если ты силен, давай померимся с силами. А так как от тщеславия происходит зависть, то он и запрещает ее. Картинка есть в интернете. Христос сидит, а с той стороны сатана, и вот так вот ломается на руках. Видел? Я видел. Слушай. Можно опросить? Я не совсем понимаю, как это от тщеславия происходит. Я не совсем понимаю, как это от тщеславия происходит зависть. Вот как раз они связаны. Ого. Она их прям прям прям. Который тщеславие все время нужно, чтобы авторитет ее поднимался, он думает. А другой глядя на него-то и завидует. И этот завидует тому, кто выше его. Оно вплотную связано. То есть это разная ступень. Зависть. Ну и слава Богу. Ну а зависть бывает, когда не тщеславится. Павлу завидовали, Иосифу завидовали, братья завидовали где-то. А тщеславие, это он не может терпеть, когда другого хвалят или что-то. Я на днях встречаюсь с одним человеком, в интернете мне дали, скинули. И говорит, посмотрите, какой человек. Вот он на Украине. Там Днепропетровский где-то. И вот он, и он о себе рассказывает. Я вот учился здесь, закончил такой-то институт с красным дипломом. Потом поступил в другой, тоже с красным дипломом. Закончил там кандидатом, там профессор. Молодой, видно, но лысый уже. Был в Германии на немецком языке, в университете преподавал. А когда сюда приехал, вот как он говорит, у меня ничего этого нет. Ни университет, ничего. Ну, не знаю почему так. Мне до того приятно было, что я заочным познакомился с таким хорошим человеком. Как сейчас с Красноярской Юрией Соболев. Преподает в академии, в университете государственном. Ведет занятия. И пишет, говорит, я тоже, говорит, думал, что как-то пробудить. Прям совсем священники куда-то задвигают. А он при епархии ведет курсы катехизаторские. И тоже свободой жаждет душа. Кто-то завидует, что он вот такой, но знает все и открыто. Зависть. Страшная вещь. Христа, первосвященники, предались зависти. А можно доказать? Чего доказывать? Как Валантор говорит. Зачем доказывать? Каких доказательств? Он говорит, никаких доказательств. Итак, вместе с Ниссан, Пилат, подбитым, подбоем, красным, шаркой, шик, кавалеристской походкой показывает, как он идет к Христа. Какие доказательства? Мастер Маргарита Булгакова. Надо научиться так, чтобы много не доказывать. Враг почувствовал, что здесь вера. Да. Что это не тлен. Я вот, ну, по неволе возьму. Вот здесь я сидел в КПЗ, еще в тюрьму не отправили. Они меня в морозилке 13 дней держали. У меня полетели бронхи, все. Морозилка. И вот приехали. Приехали три кандидата наук. И следователь, четвертый. И вот они беседуют. И выходит, когда, то ли они про меня забыли уже тут же, иду, он слышит, говорит, нет. Этого нам не одолеть. Не одолеть. Мне дважды говорили в Турции это. А я иду и думаю, стоит остыть со мной на свободе. Я тут каждое слово умеряю, потому что статья вместо 190 прим 70, она в два раза дольше срок. Ты со мной на свободе будешь встретиться, а вот так вот сидеть. Я бы тебе больше рассказал. А что, говорит? Пытка вопрошала, а боль отвечала. Компанело. Давай, вот, рассчитай дальше. Шестая глава. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, и исправляйте такового в духе кротости. Наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным толкованием. Так как многие между ними, думая, сдержать согрешающих, действовали при этом под влиянием собственных страстей, будучи движимы к тому любо началием, то он говорит, если впадет, то есть увлечен будет силой деймонской, вы, духовные, исправляйте, то есть не наказывайте, а наставляйте в духе кротости. Не сказал кротостью, но в духе кротости, показывая, что это духу, с большой буквы, угодно, и снисходительное исправление грешников есть дар духовной благодати. Дабы не возгордился исправляющий другого, он предостерегает его. Смотри, говорит он, и береги себя, чтобы и тебе не впасть. То же самое, подвергшись искушению от противника. И выразительно сказал, наблюдая за собою, напоминая тем о человеческой слабости. Вот когда вот читаю про экономию, вот вы сегодня говорили, тут попахивает. Так, попахивает. А теперь скажи, Павел писал, он писал для других, а к себе это не применял? Применял, конечно. Ну а как же так, когда впал в лодник, он говорит, как хотите, чтобы пришел к вам, говорит, с духом любви, с железной палкой. Итак, предайте его сатане во измождение плоти. Ничего себе, в духе кротости. Его сразу скрючило, падает, все у него, остановился, желудок не работает, глаза на выпучку. Предать сатане. Но когда увидел у него полное сокрушение, он говорит, а нам не безызвестны умысли сатана. Он тут и сказал, примите его теперь уже. Ой, пяти век кончилось, примите его, чтобы сатана не задушил его в отчаянии. То есть это такой тонкий предмет. Вот у меня в детском лагере 44 года, это не два года, но 44, это жизнь целая. Детское существует, телесное наказание. И я никому ни разу не разрешил наказывать. Родители не имеют права наказывать, когда дети, ребенок в лагере мне отдали. И он провинился, не имеет права наказать, пока не заберет ребенка. А почему? Это такое тонкое дело. Никому не разрешаю, ни одному. Они не понимают. Я вам заведу ребенка, с ним побеседую, помолюсь, у меня там сетка карпива так вот по голенищу щелкнует, вот и слюнями под глазами-то подведи маленько, слезы-то что были. А потом выйду и... На ложь наталкиваешь. А, когда, что там на ней надо? учите детей лгать, выигнать и тебя. На ложь наталкиваешь. На ложь наталкиваешь. Ну и все. Вот она учит ее. Так и зачем я тебе сегодня? Без ушей наложусь и спать. Заработала. Все. На пользу, лишь и килограмм сбросишь. 50 лет. Не учит, а мудрость показать. И это не запрещается. Никто бы и не знал, когда, говорит, молчит, глупец сойдет за мудрого, когда он молчит. Ну а как это так? Ну очень просто. Ты считай Писание. Считай. Ты найдешь многократно в Библии, это указывается. И сделал вид, будто идет туда. Хочет идти. А он туда и не хотел идти. А то сам Господь показывает, хотел идти. Видимость создал только такую. Так это обман был, не обман. И такого мы встречаем неоднократно. Когда делом они показывали, а те думали, что там, когда закрывала, она саглядатов приняла там, посадила сверху, просто там насыпала. Так она обманула их. Понимаешь, как? Мы до конца не можем проникнуть, где можно, в какой мере и как. И века села на тире венцов. Им не сказано детям, что ты скажи. А вот так вот. Подмашь, и все. А ты плакал, никто его не спрашивает. А тот подумал, это его дело, право подумать, чтобы знали, что серьезно. Почему он там покаялся, мне нет нужды его наказывать. У меня задача не наказать, а исправить. Главное, это наказание для исправления. А вы обмануете, это означает, что человек грубый, он не понимает этого. это чисто по-старообрядщинский, лишенный юмора. Можно вопрос про мудрых и глупых. У меня вот такой вопрос, ситуация, значит. Ребенок начинает плакать, у ребенка двое родителей, оба верующие. Они знают, как с истериками, как с капризами своего ребенка справляться. Уже знают, уже на этом собаку съели. В это время начинают доброжелатели, или наоборот, глупые, или умные, очень умные подходить. Ты возьми, ты сейчас вот накажи его, вот прям тут, я бы взяла бы, наказала бы. Тут же приходит другая. Ой, ну что ты, ну вот она же плачет, ну ты ее успокойно, отпусти, ну дай ей то, что она хочет. Вот скажите, в такой ситуации я, ну я вот тоже, наверное, по своей там умности, неумности, высокомудрю, начинаю говорить, зачем вы лезете к этой матери. Она уже знает, какую пилюлю дать своему ребенку, как успокоить этого ребенка. Твоих детей покажи вот сейчас в храме, чтобы твои дети здесь стояли, молились там, пусть плакали, не плакали. Нету. У другой совсем нету детей, опыта очень много. Как бы, понимаете, ну вот правильно ли ситуацию я выбираю, что в этот момент тебя не спрашивают даже твоего совета. Она знает, что делать с ребенком. Она верующая, она с молитвой подходит ко всему этому процессу, дома с мужем обсуждают, молятся, как лучше подойти к той или иной ситуации. Вот в такие моменты стоит подходить к этим матерям и вот начинать им. Вот она у тебя плачет, да ты возьми ее, накажи, да ты и весь свой, я не знаю, негативный опыт или что вот это вот свою какую-то, как вам сказать, то, что она со своими детьми не смогла сделать, да, привести к Богу или сохранить их во Христе. Она теперь начинает как бы сказать, это ее опыт, я не могу даже назвать ее опытом, потому что ее детей здесь нету. Они в полной безбожной жизни живут, в гражданском браке, ну понятно как, все. Понимаешь, в каждом вопросе нужно индивидуально. Почему это было принародно? Вот у нас ребенок провинился. Ну потому что мы все здесь были, как не принародно, ребенок заплакал у нее, вот мы все здесь, поэтому получается принародно. Ты видел, как он в лагере? Ребенок провинился. Все становятся на молитву, я с этим ребенком захожу в отдельную келью и ни один человек еще за 44 года не видел, что там с ним бывает. Ни один. Но один попытался заглянуть, по пацаненок-то, я увидел, он там через чей смотрит. Я этого отпустил, а того туда затащил и что этому положено, этому отдал. Понимаешь, у меня приезжают профессора психологии, я им все это рассказываю, а где вы там учились? И записывают все. Ну где я учился? Во-первых, много читал, а во-вторых, каждый раз я молюсь. Вот и весь сказ. А может, что-то вы наказание сказали? Ну умное я послушаю, а я вижу, что он не знает, я ему объясню. Ничего тут нет. А не так, я сказал, все равно накажу. Нет. У тебя дети были в лагере нынче? Давай со старшим начнем. Сколько раз я наказал? Нисколько. Нисколько. Так она же здесь? Я за что наказывал. А тебе речь идет. Наказывал тебя? Нет. Так, так тебя наказывал? Огнюшку так. Огнюшку так. Вот три сидят, дво-чередри. Огнюшка, как кошка у нас маленькая. Ни одна не наказана. Ласковая. А парень? Нет, не наказывал. О, он дома. А что там? Ну, занемок немножко. Немножко занемок. Пожалуйста. Так, я не вижу этих, они ушли до робота. Наказывал? Да, наказывал. А одного возвысил. Который меньше поставил начальника над старшим. Активный этот. Нестор-то где? И объявил лагерь. Почему именно так? Иду на такую тяжелую работу копать, пилить и беру его с собой, как взрослого. Он активный. Инициатива у него такая. То есть это тонкое дело такое. Вот Фросю наказал. Почему наказал? Сама знаешь, там все это у нас высказано. Девочка должна влюбить в чистоту, в порядок. Их не приучили. Она что достать? Ей взяли, постирали. Нина все сложили, пачкали. Ей нужно там кто-то, маечку или что-то. А там же келья, много людей. А ей достать? Ну вот все, по полу раскидала, чтобы достать свое. Совершенно не приучено. Поймал, что они пальцем расковыряли, компот сухой таскают после обеда. Все было. Я обязан принять какие-то меры. Пойдет со стола. Вот лежат какие-то косточки. Он все подгребет в карман. Мне понятно. Я сказал, тогда один собирает, вместе пополам поровну делите, считайте как. То есть я должен найти из этого выход. Обстановка вот так вот может меняться десятки раз. Вот берем ягоду, у него много, другого мало. Садится есть, с молоком любят клубнику, этому больше. что у тебя мало совсем. Совсем мало или ничего тебе не будет, потому что ты не хочешь брать. Я не могу даже перечислить, сколько разных вариантов. А родители как? Родители знали, расписали, согласны, что его физически накажут, сеткой, крапивой, пробежать или еще что-то есть. У меня целая пачка этих согласий. Это что интересно, в суде это принимают. В суде. Это свидетельство, родители знали, знали. Вы знали, что там наказывать? Знали. Ребенка наказывали вашего? Наказывали. Это били. А ребенка допрашивают, нас никто не бьет, нас просто наказывают. Ребенок не знает, что такое бить и наказывать, а разные вещи. Когда у меня суд-то был, подали на меня. И все. Это очень-очень непросто. Это надо, в первую очередь, за собой смотреть. Ребенок видит как. У нас правила такие, бежать только бегом, когда колокол ударил. И ты видишь, как я могу, не могу, я ковыляю, бегу там, скорее от колокола ударишь, чтобы стоить встать-то. И дети это видят. Их не надо учить. Один раз они видят, что я в колокол ударил, я теперь вот так бегу. И они теперь только бегают. Они понимают, что здесь вот так было, нет? Все это видят. Любое дело, которое в уставе написано, я его стараюсь выполнять, ребенок это видит на глазах его. и вот это вот наказывать. У меня было такое, манежик сделали, посадили девочку, она лезет, а там колышки разные, может упасть. И из прутьев там сделано, она сидит. А другие родители за своей девочкой приехали, увидели, ребенок-то в клетке тигриной там сидит-то, все. А у нас русская печь большая, с палатами, ну как до стены, вот такая вот-то. Я прутьями загородил, мама их толкнет, завязала дверку, и они там сидят, играют ребятишки, им тепло. А это нет, как подняли бучу, то есть причину найти какую-нибудь. Было? Она хорошо знает. Сейчас-то там девочка сидела, и мы не заботились, чтобы она не убилась. Давай, пошли. 43 минуты еще. Прошло. 43. Второй стих, шестая глава послания к Галатам. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Толкование. Так как, будучи человеком, невозможно быть безгрешным, то он убеждает не относиться строго к грехам ближнего, но переносить их, чтобы потом и его грехи мог переносить другой. То есть сообща все исполняйте, взаимно помогая друг другу. Например, проворный пусть помогает медлительному, а медлительный пусть сдерживает его горячее стремление, и таким образом и первый не согрешит при содействии последнего, и последний при содействии первого. Таким-то образом, подавая друг другу руки, вы при взаимной помощи исполняете закон Христов, каждый своим содействием ближнему, восполняя то, чего не достает ему. Да и долг любви требует носить бремена друг друга, потому что в любви заключается исполнение заповедей Христовых. Надежда Васильевна, вам слово. Ну, конечно. Еще чего-то Я, можно? Мысль возникла. Мне кажется, здесь, когда говорится о том, чтобы мы носили бремена друг друга, вы духовные, там написано, исправляете таковых, здесь нужно говорить не только о тех людях, которые духовные, там вот, кто больше богослов, там и так далее, а о тех людях, которых исправлять. Вот Христос подходит к купальне в Ефезде, где там ангел возмущал воду, вообще прекраснейшее место, конечно, которое говорит о чудесах, которые Господь делал для народа своего, не только и те, все, кто уверовал, мог первый сойти, и язычник, я думаю, тоже его Господь исцелил бы ангел от Господа посланник. И вот там лежит этот самый расслабленный, который 38 лет в расслаблении находится. И Христос ему задает вопрос, вот подходит не просто духовный человек, а сам Дух подходит святой и спрашивает этого немощного брата, а хочешь ли ты исцелиться? И как отвечает этот немощный? Вот, мне кажется, если Христос вошел духом своим человека, даже если ты немощный, ты должен быть скромным, ты должен, немного должен о себе мыслить, чтобы подошли тебе помочь, чтобы ты не надмивался, не кричал, да ты что, не понимаешь, а 38 лет, тут уже баранку угнул, а ты кто такой? И так далее. А нужно с кротостью, как Христос говорит нам в 11 главе Евангелия от Матфея, я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. И вот это самое сложное для человека, который немощный, а тот, который духовен, для него другое сложно, чтобы он, вот так, когда напрямую задают ему вопрос, ну кто там больше знает, ты там, или промокашка, ты должен все-таки ответить мудро, как Христос отвечал, когда его спрашивали даже, ну а ты как так вот делаешься равным Богу? И он не отвечал напрямую, я есть Бог, он так скромно ответил, я есть им сущий, что оказывается одно и то же. Или говорит, это ты сказал, так и никто, и Пилат даже так и не понял, и не синий Грион, как так отвечать можно? А написано, и ушлись, уходили с удивлением, или останавливались, и вообще, как в Садуке, и вообще прекратили за Христом ходить в последнее время, когда 22 глава, читаем, как он говорит, как вы не знаете ни Писания, ни силы Божьей, Авраам, Исаак, Яков, они и сейчас живы перед Богом-то, Бог-то есть живых, а не мертвых, правильно? и остановились, и не знают, что сказать. Может быть, в дальнейшем кто-то из них и уверовал, кстати, потому что как-то дальше не слышно про Садукеев, но было, конечно, но не так уже активно участвовали в разборках духовных. И вот это надо тем, кто нападает сейчас, вот на наш сайт, вот на Игнатия Тихоновича выходят, вот эти Садукеи, фарисеи, книжники, выходят, выходят и бьются, а духовные, они бьются, и как остекленеют все, целая кунсткамера вот этих вот лиц неприглядных сейчас мы видим. Только человек был нормальный, раз ударился один раз, вопрос, ты подойди с кротким сердцем, вот Игнатий Тихонович, он все время про это говорит, мне нравится, говорит, я помолился, я помолился, вот не могу о себе сказать, что в какой-то определенный момент раз я помолился, может быть, поэтому люди начинают что-то замечать, говорят, ты что-то там как гневаешься, ты что-то там что-то как кричишь, тревожишься, может быть, в этот момент как раз просто мне не хватает молитвы, ну то есть не дошел еще до этого, но там уже другое действует, но однако, когда стоит перед тобой духовное, что такое стоит перед тобой духовное, когда человек перед тобой создает ореол, ну просто алмазов из духовной книги, Библии, или из жития святых, ну ты немножко остановись, хоть посмотри, какие красивые снежинки падают Божии, ты посмотри на слова, которые тебе только что сказали, вот книги, вот открытым окон, сколько в каждой книге выдержек Священного Писания, не, ну это наверное надо любить так Священное Писание, я люблю Священное Писание, хочу сказать, и в Священном Писании меня обмануть сложно, даже в слове каком-то в одном, не то что там в чтении Библии, но, когда это тебе раскрывается в твоих вопросах, когда знания других людей, да еще стихи здесь идут, не только этого человека, который выпускает, а вообще всех поэтов там неимоверно сколько, всяких ученых, если идет прям Коран полностью цитируется практически, если цитируются другие источники там той литературы, которую люди считают для себя духовной, хотя духовная только Библия, еще раз повторяю, и Библии там в одной только книге встречается больше трех тысяч выдержек, в некоторых больше еще, в некоторых может чуть меньше, но однако в среднем три тысячи только выдержек, да ты почитай все это, да ты увидь, что тебе человек хочет сказать, ты куда сразу лезешь на пролом-то сквозь этот меч обращающийся, который стоит на пути перед раем для тебя, человече, потому что ты не скромен и не чист сердцем, не кроток, то есть сообщая все исполняйте, взаимно помогая друг другу, например, проворонный пусть помогает медлительному, а медлительный пусть сдерживает его горячие стремления, то есть есть такие люди горячие стремления, у них там голос такой, но тут апостол толкователь говорит, медлительный пусть сдерживает его горячие стремления, Так а что ты его сдержишь? Он же ревностный, он же горячий, у него огонь отовсюду. Вот надо иногда сдерживать этого человека. Хотя он не осуждается, что у него горячие стремления, но однако иногда надо сдерживать. Во благо этому человеку. И тут один брат сказал, может быть мне молитвы не хватало в этот момент? Возможно. Но это не означает, что не надо быть горячим. Я вот вспомнил случай, брат, говорил тут как раз про поведение людей, которых пытаются подтянуть. Подтянуть выше, чем они есть. И у некоторых возникает такое мнение, действительно, пример такой. Я вот тут 38 лет лежу, ты привел историю. Да я вот тут лежу, я мученик, чего вы ко мне лезете вообще? То есть уже человек живет в состоянии болезни, и это для него как бы становится нормальным. А что здоровым можно быть? Ходить, радоваться жизни. Для него это как-то, как это так? Да это гордые так ходят. Нормально это вот лежать, страдать. Желать. Да, вот все. А когда подходит человек здоровый, говорит, а что ты лежишь? Давай, вставай. Ты что, меня надо чтить, мне надо милостыню подавать. Я ему говорю, да нет, все по-другому можно. У меня в духе кроты все это сказать. Один верующий человек рассказывал, как он уверовал. Он в школе учился, у него феноменальные способности были, шахматиста. Он среди детей, просто ему показали, как там фигуры передвигать, и он пошел. Он начал вперед-вперед, потом пошел одну олимпиаду, выиграл вторую, потом уже там на край. А потом он приходит в класс, и его ребята окружают. А что ты самый такой, бордый что ли? Ну и пошли его там. И он это все рассказывает, и я тогда понял, что не надо выделяться, надо быть как все. То есть вот эти ребята, которые были немножко недалекие, вместо того, чтобы подойти и сказать, а как это у тебя получается, ты нас научи. Нет, это им было неинтересно. Им надо было сказать, а что ты такой, как не все. И я, говорит, стал как все. А как он стал как все? Потом он плотно сел на стакан, без такого выражения, и полностью ушел на дно алкоголизма. А потом это ему помогло, конечно, в итоге он встретил верующих людей, они говорят, давай заканчивай с этим делом. И вот, наконец-то он это бросил, и вот вспоминает всю свою жизнь. Он не такой старый, конечно. То есть отношения людей, которых стараются подтянуть чуть-чуть выше, не должно быть надменным. То есть не надо возводить грех. Ну и, соответственно, человек более, ну, духовный, назовем это так. А у нас какая градация? От полностью грешника до святого, то есть до Христа. Где ты там определишь, какой ты? Духовный ты. У нас градация, ты полный грешник, либо ты, подражайте Богу, кача да возлюбленный. Где там, на какой ты стадии находишься. Каждый человек должен себя осознать грешником, по сравнению со Христом. А если ты видишь, что брат немножко не дотягивает, ну, скромно подойди, брат, ну, давай как-то иначе действуй. То есть вот в этом скромность должна быть. Так, позвонил Сергей Иванович Попов. Поздравлял и тебе отдельно поклон. Ты знаешь, кто он такой, Сергей Иванович? Коротко скажи. Ну, это мой наставник. Ну, что, наставник? Где он был? Кем он был? Это был, ну, по его словам, он, по-моему, был... В 15-м томе все написано твое. Еще в 16 лет я учился в школе личностного развития. Из Дорожьего района? Да. Он был руководителем клуба молодежного. Что он умеет делать? Он отличный поэт. Таких я не встречал просто. Это поэт от Бога. И играл на гитаре там очень феноменально. Потеряевку приезжал. А поет диском там, разно... Композитор, да, он сочиняет стихи, сочиняет музыку и играет там. Я просто смотрел, я так не видел, чтобы на простой гитаре можно было так играть. Это не просто там перебрать аккорды, а он там вообще как рок-гитарист настоящий там какой-то. Вот. Знаток истории. Историю он вообще знал. Он был историк. Он говорит, я поступил, когда университет Агу только тогда еще открывался. По-моему, пять лет он прошел за два года или там за год или... Ну, в общем, он очень быстро его прошел. Человек с феноменальной памятью. И что-то я слышал, я сейчас не могу уверенно быть, что вроде как он в ФГБ работал. Сотрудником или внештатным. Работал с диссидентами. Вот эту историю я не знаю до конца. В общем, он был фантастический такой для меня человек. И я пришел к нему и, можно сказать, как профессионала, влюбился в эти знания. И вот он как-то к нам на занятия привел дедушку. Ну, мне тогда он казался. Это был Игнать Ихныч. Ну, и с этого началось наше знакомство с Игнать Ихнычем. Мне за это слово не прощу. Нет, я, кстати, для меня он был дедушка. Хотя тогда Игнать Ихнать Ихнатьич был... Он постарше меня был, лет на десять, по-моему, Игнать Ихнать Ихнатьич. Это был по-младски еще. А тогда мне показался валенка, борода такая. Я думаю, что за привидение там человека это за привидение. Тогда-то мы считали, что мы там все знаем, молодые такие активисты. Ну, знаний Игнать Ихнатьича было достаточно, чтобы я был тоже покорен. Тем более, исторический анализ, там все это, начал задавать вопросы. Ну, тема христианская тоже меня интересовала. А потом пришел на занятие Игнать Ихнатьича, и там уже остался. А Сергей Иванович говорит, ну вот, хоть меня там пробился в люди, или как он сказал. Не зря я над тобой трудился, Сергей Иванович сказал. Вот во всей Библии с неканоническими книгами сколько стихов? Тридцать семь тысяч восемьдесят два стиха. Ну, стих, вы знаете, глава разбита на стих. У меня вот в этом почти сто тысяч. Это только Библии, почти на три раза здесь цитируется. Я поэтому могу сказать, что книг таких очень мало, чтобы такой авторитет имела Библия. Вот Андрей Кураев это увидел, говорит, особый пиетет, говорит, особая любовь к возвышению Слову Божию. И все это уже позади. Вот я нашел полная статистика, сколько стихов. Ну, я не сильно там набрал-то. Нет, как раз ответил правильно. Это почти три Библии. Я думаю, вы уточняете. Ну, я помню, как-то вы еще подсчитывали до того, как тридцать появилось томов. Ну, я думаю, что у вас так на тот же уровень и осталось. Так как вы любитель таких классики. Сергей Иванович еще сказал, что я к вам приду. Он какой-то фильм ставит про Ярмака. Он Ярмака. Я говорю, а кого ты прославляешь? Разбойника, насильника. Бандита самого настоящего. Да что вы. Да он Сибирь нам тут завоевал. Я говорю, а по-христиански-то как это годится? Фильм поставили. Роковая фигура его. Степанов сыграл его и помер. Лучший артист. Как Ивана Грозного. Сколько играл, уже четыре раза играли его роль, все умерли. Сейчас Мамонов на подходе. А Мамонов на подходе просто недолго. На ладан дышит. Постали какое-то кинцо. И все повалили. Про фильм Остров-то сказал. А его прославляет этот фильм. До небес. И главное, что его прославляют, что он поставил. И он решил опровергнуть. Пришел в стоптанных каких-то туфлях, говорит. И поношенный свитерок на нем такой. Кого прославлять-то? Кинцо обыкновенное. Глупость. Настоящих фильмов, я знаю, один фильм. По всем параметрам проходит. Фильм Иисус по Евангелию от Матфея, от Луки. Самый популярный. Есть много хороших фильмов. Но этот фильм, ну, по всем параметрам, сто процентов. Даже озвучить, перевод сыграть, что было. Набрали самых хороших артистов, как у Ильянова Михаила. Даже там совсем ничего казалось бы. А артистов, как на роль Христа набирали, кажется, 200, что ли, кандидатур было. 5 тысяч. 5 тысяч? 5 тысяч актеров пробовали. И поэтому, когда после него смотришь на другие, которые это в роли Христа, и думаешь, ну, зачем они это делают? Так он же потом больше не играл и умер, говорит, вскоре. Не знаю. Ну да. Он специально не играл больше. Я, говорит, хочу остаться в этой роли. Ну, в образе этом. Вот я спрашиваю, артистов хороших, знаете? Хороших много. Но одного артиста только я знаю, настоящего. Вот артист, он с себя одежду снял и пошел. Вот. Вячеслав Тихонов, когда шел, идет по ограде где-то. Ну, не по ограде, а дома-то большие-то. И ребятишки кричат, Штирлис, Штирлис. Ему, говорит, неудобно было. Ну, неужели я одного Штирлиста только? Ну, люди запомнили его. Но вот есть артист, который его хоть одевай, хоть не одевай. Вот какой-то такой есть. Он роль не играл. Ну, кто его знает? Шариков, который. А? Точно. Шариков? Да, Шариков играет. Кто его играет? Ну, я не знаю фамилии. Владимир Бортников, кажется. Нет. Как его фамилия-то? Толокон? Толокон? Да, точно. Вот его, да. Это не артист. Он просто шариков. И это сыграть нельзя. Ну, можно сыграть, ну, доктора, там, Филиппа Барменталя, можно сыграть. А тут же искусственное личное. Но это нельзя играть. Это надо быть шариком. Ну, он разделся, оделся, и все равно получил деньги, и шарика пошел домой. Я его настолько высоко ценю, вот у Ролина сыграл, это невозможно. Даже как он деньги взял со стола, и главное здесь. Все. А кто взял? А может, Зинка? Как она сыграла? Я! Меня! Он все равно. Ну, и что? Дело молодое. А на кухне-то зачем ты? Пахнет хорошо. Дух хороший. Вообще. Вот я его просто не знаю как. Вот вижу. Если играть, то только вот так надо. А вот который роль Сталина сыграл, ему дали сталинскую премию, и Сталин запретил ему больше фильмы играть. Потому что так сыграть нельзя. И вот мы должны так жить. Не так, что я пришел, из храма переоделся, и теперь юбка выше колена побежала. Нет. Ты христианин всегда. Как говорят, вчерашних офицеров или сотрудников КГБ нету. Хотя бы он уволился, он по-прежнему тоже. Однозначно. Ну, показывали вот это, Владимира Владимировича Путина. Он с тренером России под дзюдо. Борется и такой бодрый. Ну, это надо только пример брать. В его возрасте. Франкеризатором, вроде, накачали. Да нет, нет, нет. Он хорошо поставленный, он же заслуженный мастер еще. Я занимался дзюдо немного, я понимаю, что это растяжка должна быть, гибкость. Там у него суставы, все на месте должно быть. Причем он такие приемы делает, очень интересные. Ну, ладно, давай, пошли. Шестая глава, третий стих. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Толкование. Опять не спровергает здесь гордость, показывая, что считающий себя чем-то ничтожен. И этим самым мнением доказывает свое ничтожество. И обманывает не кого-нибудь другого, а себя. Тут недавно притчу прочитал в интернете. О воробье и коровьем дерьме. Лежит у воробей на дороге стужа и замерзает. Ну и корова идет мимо. И лепешку прямо на воробья. А дерьмо-то теплое. Он оттаял, я жил. Высунул голову. И как? Давай червикать. Кот услыхал и съел его. Ну и мораль-то такая, что если тебя дерьмом обливают, это не значит, что он твой враг. Ну а если уж ты и вылез из дерьма, то не червикай громко, пока тебя не сожжали. Не превозносись вот к этому. Какая вот. Совсем как бы. Почитает. Написано обманывает сам себя. Вот почему себя. Написано толкование такое. Да. Ну вот он же как бы, если... Ну да, он же сам себя почитает. Ну вот вопрос. Как-то он почитает себя чем-то нибудь. Он как-то почитает, что я вот такой, это думает, да? Самомнение. Ну не скромно. Мнение о самом себе. Самомнение. Самомнение, самовосхваление, самовозвышение. Чирикает всем, что он вот такой вот. На самом деле шариков. На самом деле шариков, да. Дерьма еще не вылезает полностью. Во грехах. Ну как тут. Блаженный нищий духом. Я когда еще к Вере приходил, думаю, да как же они нищие, они нищие. Чего они блаженны, это да круто. Оттолкование, когда сам себя считаешь ниже других, тогда ты счастливый. А когда сам себя привозит, что-то в гордыне дело. Поэтому ты кого-то обманываешь. Един Господь Свят. Ну а он говорит, а что ты умнее всех, что ли? Ну это могут по зависти сказать. А человек отвечает, ну, по крайней мере, умнее всех вас, вот здесь находящихся. Но не у всех точно. Тот тоже на зависть гордостью отвечает, тоже так иногда. Надо вот уметь как раз по золотой садике. Я читал Житие, братцы. А там, когда гонители на христиан, гонение было на гонение, и вот предлагали отречься некоторым христианам, что они отрекались. И гонители обращались к другим христианам. А вы что? Вот все эти отреклись, а вы что, гордые, что ли, вроде бы как? Вы себя мните христианами, говорят, да, мы, говорит, христиане, мы христиане, мы отрекаться не будем. То есть, какой был гордый у них ответ, но они заявили, что мы христиане, и все. А те по слабости... Они стойкие в вере просто, и все. Один может специально подтрунивать, подкусывать для того, чтобы того человека из себя вывести христианина. А христианин он должен оставаться верным. Я думаю, что тут две линии. Надо, когда ты внутри себя осознаешь, кто ты, когда ты читаешь Евангелие, понимаешь, что ты действительно никто, и тебе еще расти, расти до образа Христова. А когда тебе какой-то, допустим, искуситель подойдет и начинает, а что ты там умный, это уже другая ситуация. Как ты себя видишь внутри, и как ты себя говоришь другим людям. Другим ты можешь сказать, да, умный, но ты ему это говоришь, чтобы он учился, чтобы он стремился быть умнее. А этот... Потому что некоторые даже и будучи... Есть такое понятие надменно нищий. Можно же быть нищим не только деньгами, можно быть еще и умом нищим, при этом быть надменным. Вот как в свое время фильмы смотришь старые, приходит там такая помещик, и вот бедная там, а вот ты кто такой? Я вот рабочий класс, я пролетариат, и там раз его, там, по-новому ударил его. Сейчас много фильмов снимается, немножко по-другому историю показывают. То есть он глупый, ему бы поучиться у него стать, а он его унижает. Это надмение. А внутри себя человек может понимать, что да, я далек от этого. Показывали тоже такой, как полудокументальный фильм про изобретателя телевидения. Он впоследствии уехал в Америку, и там чуть-чуть его там не поймали. В НКВД уже его захватило. И вот он своего помощника, какого-то, не крепостного христианина, а такого тоже, из его людей, из обслуги, из дворовых, просил высчитывать цифры. Он наблюдал в трубочку и говорит, читай, раз, два, три. И он засекал по времени, там, это многократно, целый день эксперименты проводил. А этот крепостной не мог понять, а что, издевается надо мной? Да все уже, говорит, посчитано. И тут показывают тройку НКВД и его обвинения. Он встает и говорит, да он издевался надо мной, проводил эксперименты, что-то все считал, считал, считал. Господа, так все же посчитано уже. Тройка такая сидит и думает, что с ним делать, убить, не убить. И кто-то пошептал, это стратегически важный продукт, не надо его пока. Это очень важно для нас. Ладно, помилуем. Вот этого я запомнил человека, который, да все, говорит, уже посчитано. А это был просто эксперимент. Тупость возвели в ранг святости, а умных людей начали унижать. Хотя, с другой стороны, умные, смотришь, как надмивались. Да вот мы, господа офицеры, эти белогвардейские. А это что такое? Чернь, матросы. Ну и, соответственно, взаимная нена, взаимная... Тебя можно было немножко и по-другому себя вести. Тем не гордиться, а этим не надо было числаиться. Может быть, пришли бы к единомыслию. Но это все во Христе, вот мы сейчас об этом читаем. Продолжим, или... Каждый доиспытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом толковании. Пусть исследует, говорит он, тщательно свои действия. То это ведь значит, словом доиспытывает. Не сделал ли он что-нибудь по тщеславию, или по лицемерию, или по другой какой-нибудь человеческой причине. И тогда пусть не хвалится пред другим. А если он не удержится, пусть хвалится пред собой, то есть подвергая суду себя самого. Пусть нынешнее дело считает лучше вчерашнего и величается добрым делом. Но апостол говорит это по снисходительности, а не в смысле узаконения. Чтобы мало-помалу уничтожить тщеславие такого рода. Ибо привыкший не тщеславится, как фарисей пред ближними, он скоро перестанет хвалиться и пред самим собой. То есть он раньше хвалился перед другими своими делами. Он говорит, ты пока не хвались перед другими, а хвались внутри себя хотя бы. Вспоминай себе прошлый, жизнь. Ибо привыкший не тщеславится, как фарисей. Обычно фарисеи-то они перед другими показывали себя, молились на показ. Ибо привыкший не тщеславится, как фарисе пред ближними. Ибо привыкший не тщеславится, как фарисей, ты не будешь тщеславиться и перед самим собой. Ибо привыкший не тщеславится, как фарисей перед ближними. То есть не туда тут запятую поставили. Он скоро перестанет хвалиться и перед самим собой. Что-то... Игнатьевич, а растолкуйте? Это уже ясно сказано. Ты счастлив тетей дни неправильно считаешь, и поэтому считай. Привыкший не тщеславится. То есть, ну ему это все равно, есть, нет. Тщеславится это обязательно какая-то выгода. Или почтение перед кем-то, или изберут куда-то, или должность. Он тщеславится. Тщет означает тщета, напрасная слава. Не слава Богу, говорит, я прославлю вас. Который у тебя он дает рабам своим. А это вообще напрасно. Несоответствие. То есть он этого не достоин, а он на это претендует. Видишь, что он Библию-то еще не посчитал. Ну и что, если им соглашаться, мы должны кротко... Как кротко? Ты должен громить его, чтобы праха не осталось. Он лжет. Ну вот, сидят архиереи, вот такие важные. Ну и еретики. И они подписали эритическое воззвание. Архиереи русские. Это не русские, а врославные. И в это время никто не знаком и мало. Дьяком, и камишка один, там Кураев какой-то, вышел и говорит. А ну, Ариц, скажи, как ты понимаешь, Кто судить будет? Он говорит, ну, как написано судья. А как он может судить, если он не Бог? Вот тогда с грехами. И эти как глаза открылись, они давали все подписывать в обратном порядке. Назадься дезавоировать подпись. А он дьяком всего был. Далее, что будет архиеписка по-александрийски Афанасии. Тут надо еще понимать, как. Кротко, это вот я сижу, я знаю и должен молчать, сидеть. Что же ради-то? Мне до этого Бог дал знание-то. И он взял и написал. А его, маленько погодяй, его арестовать надо. Но, верно, видимо, у него ума хватало везде. Он с одной девушкой был знакомый, дьяком. Видимо, заранее договорился, там был где-то сухой колодец, воды не было. А никто не знает. Он в колодец залез, я сегодня думал об этом. Видимо, и там нишу вырыл, и там сидел. Вот там, видимо, свет попадал туда. И написал такое послание, что там всю империю трясло. Ну, дал указание император взять его, как появится. Ему говорят, на Рождество, что ли, он вышел. И в храм его видят, окружили весь храм. Народу-то много где-то. А он быстро переоделся, в толпу смешался с народом. Людей выпускали, его выпустили. Выпустили он сразу на свой кораблик и вниз. А государство-то за ним. И он видит, что у тех-то быстрее идет, мотор-то лучше работает. Ну, назад разворачивается. Он тогда повернул на встречу и плывет. А они кричат ему, ты такого не видел? А кто там? Да там Апанасий, недавно я его видел. Сам туда плывет, они туда дальше поплыли. Он обманул их или нет? Обманул, конечно. А? И Анфим Никомедийский точно так же сделал. Солдаты вышли, а ты не знаешь, что такое епископ Анфим Никомедий? Да я знаю, где он. Знаешь, пойдем, пообедай, расскажу. Когда пообеду, он говорит, это я. Они его давай отпустим, он говорит, нет. Да мы скажем, что тебя не нашли. Он говорит, нельзя. Ведите меня на казнь. Надо же понимать, где обман, где не обман. Обман всегда какая-то выгода. А это... Знают, что он не солжет. И Апанасий приплыл обратно. А тут дела-то уже пошли по-другому. Его избрали патриархом. Вот как дело обстоит. А он со всего-то выскочка. Дьяконишка там какой-то. Поэтому Бог дал знания, дал силу, дал крепости. Никого не надо бояться. Даже священников, даже архиереев. Никого не бойся. И тогда Бог через тебя будет действовать. Правда есть, ты ее скажи. А они сегодня есть, они на вас там говорят. А это запредельно далеко. Говорят и говорят. Значит, ничего другого не умеют. Я все называю это. Вокруг моей колокольни бегают и подвизгивают. Моя колокольня, у вас там еще нету. На моих ресурсах все бегаете. Отнимают одно у меня другое, это уже Бог дает. Еще я должен перед ними смириться. Смирился я перед Богом, а перед ними я всегда буду гордый. Гордыня, прелесть. И каждый гордыня, прелесть. Я гляжу, они в гордыне, прелесть и есть. А чем мне гордиться? У меня еще есть. Вы жить не будете здесь по счете за унижение. Моим образом жизни жить. Гордыня. Покажи, что у тебя есть-то. Даже в Mail.ru и то листика ни одного нету. Какие-то ники, какие-то аватары называют. Вместо фотографии козюлька какая-то ставит. Вместо фамилии корючка какая-то. Чего бы ради-то? У меня под моим полным фамилией, имя и анкеты, телефоны. Все показано где. Ползунова, шесть. Ну все. Даже квадраты, даже кошек. Отсюда в этой тащи сфотографировали. И дальше полез к голубям. На чердаке все показал. В подполье все показал. В этом и в том. У меня вообще тайны никакой нету. А это, ну это вы как угодно решаете. У меня этого нету. А гордость, зачем я буду? Да, гордость, это не гордость. У Лапкина гордыня. Я не знал, а. Вот сказали. Открыли глаза. Они вообще слова вот эти нахватались. Манкурты патриархийные. Совершенно безмозглые. Ничего нету. Даже не знают, что сказать. Ну ты знаешь, что гордыня где? Златоусты почитают, это в архиереях. Почему ты архиерею не говоришь, чем он занимается-то? С семинаристами спит. Ты же знаешь, почему молчишь? Так он меня выгонит. Он меня с ребятишками среди зимы выкинет на улицу. Среди зимы? Ты хороший архиерея. Почему ты ему не скажешь? Волчар залез туда. Ну и не скажи. Вот и у зверей есть, которые в пустыне. Один зверь есть такой, который никого не боится. Называется Медоед. Медоед. А в лесу Росомаха. Вот два зверя, которые никого не боятся. А одна Росомаха и волки дерут тушу там, лосят. Их нельзя. Медведь начал, они медведя готовы разорвать. А Росомаха подошла, пять волков, всех отогнала. И разогнала их, никого нигде нету. Это все заснято. А этот Медоед, он никого не боится. Ее учился, у змеи вообще запаха нет. Он ее учил, лезет на дерево. Кобра, королевская, падает туда, он на ее бросается и прямо голову ей, первым делом голову сжирает яд самый там. Он лежит только, деребит. Большой удав, 10 метров длины. И он его расшевелил, а он не может. И он посередке разорвал, ему оттуда внутренности достает и ест. Никого не боится. Два Медоеда и пять львов. Льва. Вы большие это? Шесть. А? Шесть. Шесть. Поправку сделал там. Но они переворачивают, у него, говорит, шкура не прилипает к мясу. Он в шкуре своей готов повернуться. Вообще, я такого не слышал даже. А уже про других говорить не надо. Змея, он бросается на нее, а потом, а они там сидят на машине, все фотографируют, там немцы или англичане. Говорят, смотри, у него щека пухнет. Но тут он не успел, королевская кобра успела его жертвовать. И вот он ее оторвал голову, не доел маленько и язык высунул, упал, упал, или же так ноги раскинул. Все. Подожди. Два часа проходит, он первые признаки жизни подает. А жил и первым делом пошел доедать кобру. Это мой интересный. Никого не боится, никого совершенно. Но старая была, попала этому барсу и барс ее задавил. Бежит ноги вот так вот калачом, вот такие когти. И как он норы роет, крысу выгоняет, а крысу в другую норку, а шакалы рядом, они хватают и убегают. Около не вот все. Это все. Вот эта шамаха, она из семейства кошачьих. Это не медведь, не волк, это... Никого не боится, вообще никого. Никак. Вот как носорог. Носорог вообще никому не подчиняется. Хоть слон, хоть бегемот. Почему? У него впереди нос загнутый. Он как поднимет, кверху бросит, опять на норок насадит. Это все звери. Сколько труда тратится. Если ты Бога прославляешь, ты на молитве будешь говорить, Господи, как дивно мир устроен. Небеса пропадут, слава Божия. О делах рук вещает твердь. Если ты славишь, тебе Бог новое и новое будет подавать. Я вот на этом медоеду все-все места стараюсь выбрать, где он с кем воевал. А он на кого похож, что-нибудь медоед это? А? Медоед на кого похож-то? На кого похож? Ну, на кого? На Росомаху. Больше ни на кого не похож. А, ну они из одного, наверное, теста. Может быть. А это в лесу. А на севере? В лесу. Она прямо бросается. Ну, лев-то стоит вот такой вот, а у него 12 килограмм весу-то. Кого там? И он вот так вот кидается, а зубы как брит. Медведица его сцепила, у нее как шабаркнуто, она его сразу отпустила. И уже ногу повредили, двое. Только лев догоняет, он сразу разворачивается на льва. Лет назад он опять дальше убегает. Я не знаю, почему там поросенок дикий. Он кабанщика, львица, уже держала. И выбрался он. И побежал, потом развернулся, как ей носом. Дал в бок, она взорвнул. Он опять разбегается, опять разбегается, опять бьет ее. И, наконец, прогнал ее. В мире, чего-то не бывает. А в другом месте показывает баран или козел. Всех ошибает. На мотоцикле остановился, он дал, с мотоциклом долой. Разбежится, как, даст. И бабах вверх ногами, с сумками. А самый толстый, мужик толстый, он как мужику дал, так мужик покрудели, вот так вот от него. Кое-как арестовали этого козла. А этот козел, который сейчас живет, с тигром-то, все говорят. Видите? Ну так интересно смотреть на все это. Не видели? Тигр с козлом живут в одной клетке. Козла дали тигру на съедение, а он не съел его, и теперь живет там. Теперь друзья. Пятый стих. Дома выгнал. Ну там об этом все говорят, друзья или как, или жертвы. Так, слышите? А сколько время? Пятый стих. Ибо каждый понесет свое время. Толкование. Зачем хвалишься пред ближним? И ты, и он понесете каждое свое время, и тогда будет оценено дело каждого. Посему, когда ты имеешь бремя и труды, не хвались добрым делом ни пред другими, ни пред самим собой. Что означает слово хвалиться? Числавие то же самое. Смысл-то какой? Вот хвалиться. Числавица. Апостол прямо говорит так. Другие хвалятся, и я похвалюсь. И начинает перечислять. Я потрудился больше апостолов, больше в трудах. Больше, больше, больше. А в конце добавляет. Впрочем, и я, благодать Божия во мне. Как другие хвалятся, я похвалюсь. И стал говорить, а какая его паула-то уважает. Он должен показать, кто он, на что способен, где и как. Кто бы знал Морисева Алексея, если бы он с Борисом Полевым не встретился. Один человек хвалится, чтобы показать, что Бог сделал с его сердцем. То есть, он через себя Бога славит. То есть, вы свет миру. То есть, чтобы люди увидели в вас сияние Христов. Тогда, да, ты тогда хвалишься Христовым сиянием, которое в тебе. Не самим собой. А который человек говорит, я достиг того-то, того-то, а ты кто такой. Ну, тогда, конечно, он... И сами говори, хвалящийся, хвались, что знает Господа. Да, да. Прямое побуждение, хвались. Я его знаю, как он близок Господь, когда в нужде. Как он помогает, как слышит. Повеление, а если ты молчишь, умолчишь, ты зарыл Божий. А дела Божиих надо бы навозвещать. Ой, ты похвалился. У меня прямое повеление должно не молчать, что Бог сумел сделать. И поэтому я другого Бога говорю, если он проявился во мне, он и тебе проявится. То есть, доверься Богу. У меня одна знакомая была, и ей сильно завидовали. Но она кандидат наук. Она просто отвечала, когда я училась, заканчивала университеты, а вы в это время только за парнями, за мужиками бегали. Поэтому у вас ничего и нету. А теперь завидуют только могут. Читай. Что читать-то? 12.6. Тови-то 12.6. Давай, читай. Что-то читает? Ну, читай. А кто читает-то? Да ты читай-то, сказали же. Тогда, отозвал обоих особо, ангел сказал нам, благословляйте Бога, прославляйте Его, признавайте величие Его и исповедуйте перед всеми живущими, что Он сделал для вас. Доброе дело благословлять Бога, превозносить имя Его и благоговейно проповедовать о делах Божьих. И вы не ленитесь прославлять Его. Как понять, Павел, когда он осенял свет, тихо, неоднократно об этом рассказывал, он хвалится или не хвалится? Хвалится, конечно. А как это, прямое повеление, не умолчать об этом? А вывод какой? Если мне так сделал Бог, Он тебе сделает, тогда сейчас еще не сделаешь, это мы грешники, супергрешные. То есть, Он во мне проймется, Он тебе сделает. Ну, доверься Богу-то. Хорошо, приведите пример, когда не надо хвалиться, здесь Он толковать и говорит... Когда возвышает себя, приписывая себе Божье. Только в этом случае. Вот любой грех можно перевернуть и сказать, гордость, например, тщеславие, судить, не судить, обсуждать, хвалиться. То есть, можно наоборот, человек, когда не хвалится, ему говорят, ты хвалишься. Или он не судит, ему говорят, ты судишь. Он не гордится, ему говорят, ты гордый. Он не тщеславится, его можно тщеславить. Это левитация. То есть, нет, это внешне все похоже, может быть. Это все внешне будет похоже. Ну, как разобраться? Вот здесь один принцип. Во славу Божию ты это делаешь или в свою славу? Для себя, для плоти? Или это? Не молитесь на показ. Лев Толстой вывел отсюда. Молиться в общественных местах, в церкви, в храме нельзя, потому что это на показ. Ну и правильно. Тут написано, ибо ищите похвалы. А ты на улице сейчас молись, тебе кирпичом еще залепят по башке. Надо же понимать. Не покажи мне, где написано, покажи смысл написано. Когда мы смысл начнем понимать, тогда и все понятно. То есть, не хвалиться, чтобы себе приписывать то, что дал тебе Бог. Конечно. А я вот столько там делаю, там... Помните, одна там тоже жертвовала, жертвовала, а потом Бог это похулило, там... И за то, что там у нее вагон, что ли, украли-то одна благодетельница, которая вам... Валентина? И она на Бога возроптала. То есть, она делала то это для чего? Для того, чтобы, может быть, люди ее прославляли-то, а не во славу Богу. Нет. Нет. Или она... Нет, она об этом не думала. Она не думала. Просто очень обидно. Она очень добрая. Много делала. И вдруг целый контейнер украли, контейнер. И милиция никак не приняла в участие, чтобы найти и прочее. Я ее знаю. Она очень добрая. Она прижала потеряерку. Нет дела, чтобы к ней обратились, к дву девочек взяла, допоить, докормить, одеть. У нее нет. Она меценат столетия. Я вот тоже с ней знакома. Она очень много жертвует на больных детей. Я вот лично к ней обращалась, чтобы она могла, если чем может, пожертвовать девочке, инвалиду, которая нуждалась в операции. Девочка совершенно лежала. Потом девочку возили в Питер, сделали операцию. Она теперь хоть с холодными каменами, но может передвигаться. Ведь родители тоже не вечные. Она в этом деле тоже поучаствовала. Она очень добрый человек. Она говорит, мне никогда никто... Вот вы знаете, я, говорит, жертвую людям, помогаю. Мне даже спасибо. Никто не пришел. Какую-то она тоже привела историю, что вылечила девочку. И даже спасибо не сказали. Поэтому тут тоже... Видишь, как проявляется. У нее личная, получается, обида на то, что люди даже неблагодарные остаются-то. Им жизнь буквально спасаешь. Ведь лежала бы ты тут в пролежнях, возможно, изгнела бы и умерла бы так. А тебе сделали такое доброе дело, а ты даже спасибо не сказала. Ну, даже вот эту фразу можно рассматривать. Другой, допустим, скажет... Подожди, брат. Скажет, вот видишь она как, даже спасибо. Ей спасибо это надо. А она может... Это по-человечески... В этой даже фразе два вывода можно сделать. Она думает, вот почему они такие неблагодарные. То есть за них она может скормить, не за себя. То есть вот и вот в одной фразе можно ее назвать тщеславной, и в то же время можно сказать, что она за них сама же беспокоится, что... Пойди разберись. Вот тут сложно очень все... Как говорится... Только Бог потом уже там, на суде откроется. Мы думаем, что она такая вот добрая, на самом деле она тщеславная. Или наоборот. Думаю, что он тщеславный, гордится, на самом деле он добрая. Вот я скажу. Я первый раз увидел ее, когда лежу какая-то организация. Не надо называть, чтобы не догадался кто. Ну, я думаю, да, я зайду. Зашел, а кто у вас тут директора? Вот она. Я подошел, а кто я? Я говорю, начальник детского лагеря. А что вам нужно? Я говорю, у нас разные шторки. Она материи столько дала. Мы все еще шьет. Надя, платьишки там ребятишкам. Лежу, полезла в этот сейф. Достает 3 тысячи, а тогда деньги-то были. И тут же меня первый раз видит. Теперь, когда мы уже познакомились, я, конечно, книги еще мог подарил. Я говорю, как вы могли так первый раз меня видеть? А что я людей не знаю? И весь скат. Она очень добрая. Кроме того, на нее было несколько покушений. Покушений. На убийство. Можно еще сказать? У меня вот такой вопрос. Зачем вот думать, вот она тщеславная? Зачем вообще об этом думать? Ты в этих мыслях, ты просто судишь человека, а не знаешь его сердечное намерение. Поэтому думать, вот она тщеславная. Я рассуждаю по Писанию. Я просто задаю вопрос, зачем? Я задаю, я тебя совершенно не сужу. У меня тоже мысли есть, я тоже думаю. Но смотря, о чем думаю, я говорю, зачем думать? Это не нужно думать для того, чтобы не впасть просто в грех. Как бы я так это считала? Я хочу тебе ответить. Мы не думаем, что она тщеславная. Мы просто на ее примере пытаемся разобраться. Я и не на ее примере тебе говорю, а в общем говорю. Мы говорим, что в ее случае тут вообще сложно понять, что там. Мы сейчас не разбираем ее случаи. Мы сейчас разбираем мысли, которые возникают у нас в голове. И когда мы думаем о человеке, и даже нам Писание говорит, видишь человека согрешающего, но не видишь кающегося. Ты не знаешь, он может быть отошел от тебя уже в сердечном своем раскаянии, и три раза покаялся, что он там тон на тебя повысил, или что-то лишнего сказал. Понимаешь, а мы сидим и помним, да вот же на меня сказали, и возможно обижаемся, и еще больше наворачиваем, и грех на душу себе берем уже. Вот так вот. Я не говорю ни про какие сейчас примеры. Надо молиться в этом. Пишут в книгах, светоотеческая такая литература. Маленькие брошюрки бывают, выписки. Один святой, ну не знаю какой, вот, я грешнее всех других. Ну, и с другой стороны, все братья там подвизаются, а он уже подвижник, и при этом говорит, я всех грешнее. Как это понять? Либо он играет, либо действительно он видит себя хуже других. Ну, и объяснение очень простое, что человек взирает не на братьев, а именно на Бога. Он взирает, и по сравнению с ним он себя считает грешником. Но он же не знает всех мотивов других братьев, и они ему кажутся все святыми. Только со стороны можно увидеть, кто он. по сравнению с другими. А он себя ни с кем не сравнивает. Он себя сравнивает только с Богом. И поэтому они с людьми. А когда мы начинаем себя с людьми сравнивать, да, тут уже можно сказать, я там лучший. А ты себя не сравнивай с другими, ты себя сравнивай с Богом. А настоятель как узнал, какой он? Он встал в дверях, встал вот так вот. Монофит. И он тоже хотел подругу. Он говорит, а ты куда лезешь? Ну как, куда обедать? А чем я хуже других? Это другой был. Это другой. Это был другой. Ну это тоже, да, такой факт тоже распаковывается. Это не я, это его брат был в беседных отвечает. Я чем хуже других? Да это все время самый-самый грешный. А на обед, а чем я хуже других? Вот, допустим, мы бросили, как? А сейчас я тебе покажу, как. Он подошел, я вот хотел спросить вас. Он ни слова не говоря так, сухарь лежал у него. Он взял большой сухарь, бросил туда. А этот сидит, гость монах-то. Что он будет делать? Он сразу упал, он думает, кается, а нет. Он на коленках подошел, сухарь взял, зажал в угол и лежит, грызет. Он говорит, а что так? Так он говорит, а у вас святой, он говорит, видишь, что я пес, я попью с ездом. По-собачьей взял и стон грызет. Ну, а Нигра Мурин вот этот. А в другом месте подошел, а благословите. У него-то поклонился, он не отвечает. Они обедать сели, он так как воткнулся, так и лежал. А тот, который гостя, думает, ну что он сейчас там думает? И когда пообедали, он говорит, ну вот ты. Он после этого благословил его, говорит, садись, ешь. Ну, а ты лежал, пока обедали, ты что думал? Я вообще не думал, я, говорит, читал, говорит, канон. Вот это все. Люди-то могут судить так, а он канон считал. Он молился. Можно? Я хочу сказать еще, что мы часто забываем, что когда мы начинаем беседовать о каких-то людях, о каких-то их поступках, то здесь надо приводить все в совокупности. Не только то, что мы видим, вот плотяное произошло, это временное, во временных рамках, но выйти за эти рамки, в духовное войти. То есть мы должны всегда брать примеры духовного из Писания. Какой закон здесь, или какое действие, которое сделал Христос, оказалось праведным. И его брать на этом примере. Вот мы сейчас берем какого-то человека, начинаем разбирать. Дело все в том, что когда человек делает какой-то поступок, что-то делает, и рядом находится верующий человек, и он это делает совместно с ним, или для него, или по просьбе его. Это одно. А когда человек, который сам еще до конца не верует, и не знает, как правильно делать добрые дела, начинает что-то делать, это совсем другое уже. Что он там доброго сделал, для кого, непонятно. Вот, допустим, взять у меня, мой руководитель. Он делает добрые дела, он меценат столетия. У него 4 или 5 этих часов губернаторских. Знаете, что это такое? Ну, вы не знаете, понятно. Это люди, которые внесли большой вклад в развитие экономики, культуры и так далее, Алтайского края. У него завалено, у него так часами до локтя этих часов от губернатора. Ну и что? Он помогает спортивным школам. Там, где борются, боксом занимаются. И он многое помогает, строят площадки и так далее. То есть это все в одном направлении идет. А здесь, когда идет развитие духовности в людях, духовности, именно Библия распространяется, Евангелие, это совсем другое. И Христос, когда говорит, не судимы и не судимы будете, Он конкретно к кому-то обращается. Это не так, что не успел только появиться где-то на пороге храма и сразу, не суди, не будешь судим. Вот ты зачем? У тебя в глазу бревно, уже у меня в глазу бревно, уже ничего не сказать. Так про кого это Христос сказал? Давайте сначала разберемся, к кому он обратился, Христос-то. Именно вот с этим, с этими словами. А потом уже будем все остальное рассматривать. У нас этого нету никогда. То есть, что с сектантами? Вот Игнатина, что рассказывают про сектантов? Там какие-то были времена такие вообще, интереснейшие, когда он жил. Но не было таких, как он, людей еще. Вот в чем дело, мало было. Сейчас у нас появилось община, все, но нету тех сектантов. С ними начинаешь говорить, а нам это зачем? А мне это надо? А православные тебе вообще Библию, слово Библия, только скажи Библия. Если отец Василий сказал, когда я сказал слово Библия, тут встал, вот наша священная Библия, не произносите этого слова. Вы когда ходите, благовестствуете, только Евангелие говорите. Библия это баптистское слово. Так это православный священник самый один из лучших. Такое говорит. Вы понимаете, что творится в головах сегодняшнего православного верхушки? Не говорим о мирянах. Чего там о них говорить? Они все погрязли в невежестве. Почему? Так интереснее рыбку мутную ловить. Сказал несудимый. Все сидят, никто не судит, глазенками хлопают. А что такое суд? Что кому Христос сказал? Даже неинтересно разбирать. А как неинтересно, если тебе это твой Бог сказал, который и луну сотворил все. Он, Бог Иегова, одним взмахом просто руки зажег, миллиарды светил на небе. И ты сидишь, не хочешь узнать, для кого сказаны эти слова, и как, и почему. Он на землю пришел, ради тебя воплоти, зрак раба принял. Как только зашел в храбой покрыт, грешный, многогрешный, там все. Слово Божие начинаешь говорить, как львы становятся. Готовы растерзать этого Никиту, хватает, тащит женщина. Прямо какие, как показывают эти вот фильмы ужасов. У них все женщины в Америке любят шариться по каким-то местам, под балом. Везде зайдут, а там их потом начинают терзать, мучить, руки, ноги отлетают. И все, а-а-а, тут же сотрясутся. Вы зачем шаритесь там, во-первых, по ночам? И женщины еще. И это прям, хватает его, тащит, иди сюда к батюшке. Уже зная, что батюшка его сейчас растерзает. Но слава тебе, Господи, в этот раз не получилось. Батюшка был нам знаком очень сильно. И поэтому, вот все-таки есть батюшки и в московской патриархии, да, которые все-таки понимают, что такое Евангелие. И он только одним движением говорит, Евангелие, да пускай распространяют. Ты что, успокойся ей, говорит, успокойся. Она такая, все, дальше что делать теперь? Убить нельзя ничего камнями. Интересно, как бы, что с ним нужно было сделать? Она его подвела, и батюшка сказал, да, он не прав. И что дальше было бы там? У них что, специальная комната, где младенца душат или что там? Где Евангелие в зародыши, да, кончают? Что она его туда повела? Мне вот интересно, откуда у них такая борзость? И даже я не скажу, что это мужественность. Но об этой борзости говорят уже не только здесь, и в храмах там об этом говорят. И прямо на территории храмов есть строение, где занимаются люди и говорят, что ведут себя некоторые там бабушки своевольно. Об этом говорят, то есть не то, что все так поступают. Вот она так поступила. Она, может быть, там тысячу добрых дел сделала, чтобы там пол вымала, там стены отмыла, наготовила там на сто человек. А вот в этом она себя так повела. Ну, ее успокоили, и все. Она повиновалась. Все. Все. Дева, ты, присущественное рождание, и земля, где тень неприступному приносит. Ангелы с пастыми славословия, волк и же со звездой путешествуют, Нас в городе родися, Вот врача благопри вечный Бог. Моя Сибирь. Господи, слава Тебе за то, что мы живы, что можем видеть и слышать слова божественные. Молиться Тебе, Господи, свободно. Благодарим, что нет гонений у нас. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Помоги тем, кто нуждается в Тебе, гонимым по лицу земли христианам. Доведи нас, Господи, до Царства Того Невестного. Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. На каком стихе? Спасибо. 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 Спасибо.